наступило время дозволенных речей как я играю роль шахерезады и так вебинар 185 пятый год на месте дежурный по стране сам себя назначил и пока передать кому-то эту роль не могу что я обнаружил будет началось началась моя очередная рассказ не лекция нет рассказ я обнаружил себя свою физиономию совершенно на чужом очень крупном 39000 подписчиков у меня всего 11 супер садовник я время-то время натыкался на супер поддомник там очень много то что я считаю наоборот все то есть причины перепутаны со следствием и естественно я совершенно не огорчился когда супер садовник взял и мою статью опубликовал и специально об этом говорю почему я подчеркиваю публикуйте где хотите как хотите либо принесу людям пользу а будет ли польза или вред от публикации моих не моих мы увидимся потом вот и вот значит получается так например любимого садьба 62 тысячи подписчиков обычное дело вы понимаете их таких с таким количеством подписчиков тысячи бесконечно тысячи я тогда пытаюсь как-то по-доброму но переделать я их не могу почему потому что если все это неправда а это все неправда и еще раз мне надо было знаете как здесь напечатать вот примерно следующее что ветер дует потому что деревья качаются и попробуйте сказать что это не так проверьте деревья перестают качаться ветер кончая перестает разве нет и вот именно по этому принципу работает практически вся гигантская и не только любительская это все любители то есть любой человек может вот это все насочинять тем более есть откуда гигантское количество материалов они не знают что они совершенно нет они не дают себе отчет и у них за плечами поддержка науки вот чем беда любой ученый скажет что заболевание парша манилиоз ржавчина септориоз пилол стиктос царостый грибок это все болезни брушек а я один на всю планету говорю и когда то это перейдет настолько все просто и понятно что все станется наоборот что сперва груша заболела он я смотрю на нее метра два нет ни одной листика расскажите пожалуйста где нижние ветки кто будет кормить корень корни кто-то накормит и глюкоза смотреть глаза это голову не приходит когда унистажает это все а потом начинается заболевание груша вот перед вами заболевание вот это делается по всей стране по всей планете до сих пор такой все как они не могли сообразить что сперва заболела груша на ней сотни ран а потом уже все остальное листья листья на листью рознь и естественно что я могу и хоть паршой назвать хоть манилиозом как угодно тем более разные виды мне чуть-чуть не похож вот это я хотел сказать раз вот смотрим дальше вот это вот моя груша это тоже оттуда вот из этой серии вот спасибо что вот это вот вот этот вот супер садовник на 50-го мою статью и оказывается не одну я даже не считаю что когда воруют мои фотографии и продают саженцы которые не соответствуют моим фотографиям вот это одно а здесь пожалуйста публикуйте вот эту Таню Татьяну Александровну которая саженцами торгует публикуйте пусть они знают что вот они груши вот они сливы яблони абрикосы персики и ни одного листика больного вот прекратите вот это дело крытые а ну мне глаза режут я ненавижу вот это вот куда я дел сейчас ниже надо листать показывают совершенно полностью изувеченное дерево полностью искалеченное дальше некуда это урод это калека это инвалид последней стадии заболели листья на них поселились грибы не на зеленых листь там где видели точечку там уже мертвые эти самые клетки и вот где уже видите визуально гриб поселился на мертвой клетке на мертвой рядом еще живая сколько мне в одиночку еще воевать почему я себя назвал дежурным по стране ну что мне остается делать вот дежурью ну что смотрим дальше вот они уже хорошо пробка идет питомних растений вот они и что вы думаете процентов это ладно это все в интернете забит а вот любимую садьбу 62 тысячи подписчиков искалечили дерево искалечили листья искалечили плоды так вот начиная с этого момента вы назвали не причина следствие манилиоз, септериоз, ржавчина, филактикоз, сажистый грибок, парша запрыскайте подгоните к этому дереву даже не есть таки знаете трактор сзади бочка и пшшшш вот вы видите полную бочку там допустим пять литров нет пять кубов и вот с одного дерева лейте 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 и ничего не будет никогда ни за что все дерево колеха вот у меня друзья одно хочу почему я так говорю с этим этим сам я волнуюсь всегда ну когда то надо это прекратить надо когда наши продюсеры в институты в этих особенно в вузах учебные чтобы это вот было вот это вот а вторая беда заключается в выдающемся диком невероятном обаде вот это крым кажется севастополь вот эта фотография она я видел уже десятки раз в других сайтах почему очень эффектно вы думаете легко такие абрикосы у вас во всем союзе может быть несколько чек она растет я присылаю все команды за 2700 рублей за где-то 300 грамотки это да ну четыре вклады через 50 грамотки даже не полная бутылка скупят в унициальных сайт вот эти плоды по 8 грамм а сейчас вот ну я думаю ну ладно брать мы все я уже смирился прости вот начал листать опять фотографии из интернета скидки дают ну вот это же рисунок рисунок вот это рисунок он тебе еще говорил справа красненько вот это вот это как доказательство вранья вот и много чего еще ну ладно все еще по идее может корма расти но это не все ребята это не все опять опять и опять теперь уже персики и опять рисунок 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 видите моя вера падает я листаю уже это из интернета с интернета с интернета с интернета с интернета опять вот поэтому граждане там я ниже найду вас к кому обращаюсь вот поэтому я хочу сказать не связывайтесь со мной не воруйте мои фотографии где теперь доказательство это ваши продукции а и вы сидя в этом в Крыму собираетесь продавать в Москве в Санкт-Петербург в Новосибирске черешни в Новосибирске вы найдите там хоть одну черешню персики попробуйте вот это вот к сожалению имеется место быть вот вот телефон 8800 444 на 741 потом об этом подробно я говорю ребята хоть бы кто-нибудь позвонил и записал спросил почему у вас чужие фото где ваши вот это вот еще приведу пример потом мы будем заниматься учебой и я вас познакомлю с Мичуриным это во втором суде таким человеком понимаете его настоящего не знает никто а вы будете знать и о самых ценных советах вы узнаете я вас познакомлю у него очень тяжелый язык тут без перевода нельзя вот но все будет по-доброму с гигантским уважением а вот этот персик Сибиря знаете за что это у меня как бы узелок на память вот я взял вот это вот самое и набрал смотрите персики в Сибири видите это тот самый Кудасев помните я говорил Владислав который у меня съемки делал в саду вот видите вот он мужик талантливый но если он ко мне не приедет на это через полтора месяца на сбор абрикосов вот фиксировать его супер урожай и супер рекорды я об этом не прощу а так талантливый мужик снял серию фильмов а как не приехать то вот скажите на него я не могу показать кино а то тут сразу испортим вебинар вот вот видите а вот здесь знаете что вот сейчас вот это я все рассказываю почему я вам пока показываю штаб почему я показываю корневую шейку ну потом все увидите это вам один пример а теперь но это же настоящее дерево вы ничего не путаю а друзья это персик или нет я потом покажу его как он сегодня дальше я набрал фото персиков сибиряк куда я попал вы думаете я что ставил его на первое место крымский дачник а почему крымчанам цепляюсь ну почему вас нет своих фотографий у меня большое подозрение что или у них нет такого качества вот как здесь на экране да причем он на первом месте вот или поэтому нету качества то есть здесь видите высшая эрлига не обязательно мои у меня тут еще есть но это потом вот тут еще мои есть но это ладно но самая моя гордость в том что вы думаете это что паахарит он попал в самый первый ряд вот он а теперь смотрим сколько его своровали найти изображение в яндексе а почему слово какое видите крымский дачник персик сибиряк правом верхнем углу продаж саженцев а то есть я уже украли смотрим дальше а сколько вас а что вас ребята в рюкзаках листаю поняли да вот это все что кто-то взял мой персик хасанского самым нарастоке в мире и при этом так вот и у него любого другого нарастока 10 раз меньше 10 градусов меньше в среднем так уж выложили я же не кричал просто приехал оттуда из хаса из хасанских краев как бы образно говоря и вот это получается что его назвать себе головета вот я видел на жигулях некоторые приклеили красивую сзади там на заднем стекле красивую такую покупали в магазинах посмотрите мерседес вот они мерседесы вот пойдем дальше с этим разобрались вот поэтому я задаю вопрос вот этим деятелям которые у меня подводят подряд вот и остались интернет может быть вы будете чуть-чуть бикини продавать купят у вас талант у меня она это она 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 она